Привет! Сегодня поговорим про музыку для видео на задний фон. Как выбрать музыку для вашего видоса, для стрима, без авторских прав, чтоб она была качающей, красивой, мощной, незаезженной, потому что фонотека ютуб это унылое г. И многие ищут нормальные решения с музыкой. Есть целые ютуб-каналы с музыкой без авторских прав, есть группы вконтакте с музыкой без авторских прав, но почему-то, когда берешь оттуда музыку, ставишь ее к себе в видосы, то или сразу или время спустя прилетают на такие видео заявки контент-айди и отнимают монетизацию таких видео. Иногда ролики блокируют в некоторых странах или во всем мире, а может даже прийти страйк на нарушение авторских прав, ролик блокируется, три страйка, канал улетает в бан, если за 90 дней пришли эти страйки. Что происходит, где брать музыку, где брать нормальную музыку? Здесь, конечно, хорошее решение – это фонотеки, официальные, нормальные, легальные фонотеки. Почему фонотеки, скажем, ну музыкальные библиотеки, а не какие-нибудь группы, сайты, каналы? Да потому что никто вам там за эту музыку не отвечает. Та музыка, которая там размещается, якобы без авторских прав – это все ерунда. У вас нет никакого договора, никаких документальных подтверждений. Часто эту музыку владельцы этих ресурсов точно так же где-то скачивают. Может даже они поверили кому-то, взяли эту музыку или с кем-то, договорились на словах, потом чувак через механизм дистрибуции, через контент-айди заявляет права, отжимает у вас монетизацию, монетизирует ролик в свою пользу или кидает вам страйки. В общем, никого это не волнует. И вы ничего не сможете в такой ситуации доказать. Потому что вы фактически эту музыку используете нелегально. У вас нет договора, у вас нет прав на ее использование. То, что где-то кто-то заявил, что она типа без авторских прав – это никак, ничем нигде не подтверждено. Помните об этом. Как же взять легальную музыку, хорошую, качающую, реально крутую музыку, чтобы не было никаких проблем. Музыкальные библиотеки, такие как Epidemic Sound, AudioMicro, Audio Hero – это хорошие примеры музыкальных библиотек, где легальная, крутая музыка. Там есть и музыка, и звуковые эффекты, и удобная система поиска и фильтрации по жанрам, по настроениям, по длительности, наличие и отсутствие вокала. Короче, куча разных фильтров. Очень удобно. Можно все это дело сортировать, находить, прослушивать удобно, скачивать удобно. Никаких проблем не возникает. И тут вы спросите, Дэн, ну вообще эти музыкальные библиотеки не бесплатные, они денег стоят как бы. И на хрена мне платить, когда я пойду там музыку скачаю где-нибудь. Это мышление порочное, вот которое сейчас вот я продемонстрировал, потому что по итогу у вас отожмут права, вам могут этот ролик оставить без монетизации, вообще на канале рубануть монетизацию, могут забанить, могут нафиг это нужно. Короче, скупой платит дважды, это понятная история, а тупой платит пока не поумнеет. Так что надо сразу брать нормальную легальную музыку, и возникает вопрос, а можно как-то за нее не платить? Есть, конечно, способы оптимизации. Ну, например, там доступ к фонотеке стоит, скажем, там от 10, там до 30, до 50 долларов в месяц. Вы скажете, Дэн, ты вообще нормальный? 30 баксов, блин, в месяц отдавать за музыку? Да я на канале столько не зарабатываю. На хрена мне это нужно? Опять же, есть решение. Например, можно подключить канал к медиа сети GT Russia, и у них бесплатный доступ к музыкальным библиотекам. То есть, вообще крутая тема. Им продают на корпоративном уровне, им дешевле выходит, за счет этого они дают партнерам бесплатный доступ. И ты скажешь, наверное, Дэн, но они же берут комиссию за свои услуги. На самом деле это все отбивается кратно. То есть, вы на музыке экономите, на доступе. Плюс в России сейчас проблемы с платежами. Соответственно, там свифт-переводы, две проблемы. Это комиссия за платежи соценса в долларах, там, да, в банках, почти во всех уже есть. Второе, это курс доллара при конвертации. У вас конвертация в долларов пойдет не по курсу ЦБ. Вы с удивлением узнаете, что там реально процентов на 8, на 10 ниже, если пересчитать. То есть, например, курс ЦБ 60, а вам конвертируют по итогу по 55. Ну и как бы реально вот вам уже там 8 или 10 процентов потери только на конвертации. Плюс еще, соответственно, хранение валюты тоже всякими комиссиями облагается. Короче, геморроя огромное количество. Я уж не говорю, что некоторые банки тупо просто весь ваш перевод отжирают в комиссию. Там 200 баксов, например, комиссия за свифт-перевод. Ну и как бы зачем? Это все того не стоит. Рапида, Киви Банк, та же самая история, потому что, ну, в любой момент это может жахнуться. GT Russia предлагает выводить деньги, к примеру, через Payoneer, где конвертация будет по высокому курсу, по курсу вообще близкому к ЦБ, и деньги зайдут уже в рублях. Соответственно, нет комиссий, нет всех этих вот проблем, которые возникают с свифт-переводами, нет валютного контроля. И вы экономите деньги, вы получаете больше, плюс у вас будут вот эти все музыкальные библиотеки, помощь в оптимизации видеороликов. Ну, короче, реально сейчас это становится прямо выгодно. Поэтому подключайтесь безлимитно, пользуйтесь музыкальной библиотекой. И кто-то еще спросит, ну, допустим, вот я сейчас работаю там с партнеркой, все дела, допустим, я отключусь, у меня что там, права пропадут на все эти музыкальные треки, на меня там заявки придут или как? Или что мне делать с музыкальной библиотекой? Проблем не возникает. На те композиции, которые вы использовали, никаких прав не придет, потому что вы их использовали на законной, легальной основе, в рамках действующего договора, даже при его прекращении никто не заявит права на ваши музыкальные композиции. Если даже представить, что там по ошибке придет заявка Content ID, вы пишете обоснованную апелляцию, все разрешается на раз, проверено уже многократно, здесь проблемы нет. Соответственно, никто не отожмет права на ваши ролики, на композиции в них уже использованные, на монетизацию ваших видеороликов. Решение красивое, решение удобное и самое главное, легальное и безопасное. Если что, ссылочку оставлю в описании под этим видео, там можете задавать вопросы, подключаться, тема красивая. Спасибо, используйте клевые качающие треки в ваших видеороликах, пользуйтесь легальными нормальными фонотеками, не будете знать проблем и будет ваше видео радовать зрителей и подписчиков клевым музонам. До встречи в следующих видосах, с вами Кона Дэн, говорим про YouTube. Пока!